Доброе утро! С вами снова я, Полина Мороз, и рубрика «Шедевры мирового искусства». Сегодня вам предстоит узнать об одном из моих самых любимых художников, который бесспорно является гением изобразительного искусства. И это Пьер Агюст Ренуар. Родился художник в 1841 году в городе Лиможево, Франция, в далеко не богатой семье, которая позже переехала в Париж. Шутки шутками, а Ренуар чуть было не стал вокалистом. Но помимо музыкальных дарований, у Агюста проявился талант живописца. Однако отец видел для сына другое будущее – престижную и хорошо оплачиваемую работу художника по фарфору. Чем юное дарование в свои 13 лет и занялось? Агюст расписывал чашки, тарелки, позже целые сервизы, а после работы ходил в Лувр, где копировал полотна признанных гениев. Однако вскоре роспись по фарфору была вытеснена печатными рисунками. Юноша не смог воплотить мечту своего отца, но воплотил свою. На скопленные деньги поступил в студию художника Глейра, которая тогда считалась филиалом Парижской школы изящных искусств. Там же он познакомился с Федериком Базилием, Клодом Мане, Альфредом Сеслеем. Все вместе они ездили на пленеры, и Ренуар стал одним из нас новоположников импрессионизма. Он писал в основном женские образы, портреты и обнаженную натуру. Серию нуаровские женщины принадлежат к одному типу. У них свежая матовая кожа, яркие губы, розовые щеки, влажно-блестящие глаза и пышные волосы. Художник не стремился к психологической глубине. Человек на его картинах – часть природы. Но, глядя на женские портреты Ренуара, отчетливо понимаешь, что человек – самый прекрасный в общей гармонии мира. И в этом немалую роль играет виртуозная техника живописи. Порой даже невозможно точно определить, какого цвета платья на модели. Множество оттенков белого, розового, серого и жемчужного растворяются в свете и в воздухе, создавая впечатление трепетности, свежести и жизненности образов. Кстати, о цвете. Ренуар, пожалуй, единственный из импрессионистов не боялся темной краски. И более того, к сорока годам он стал считать королем всех оттенков черный. Ярким примером этого служит картина «Ложа». Полотно представляет собой парный портрет дамы и кавалера, которые сидят в театральной ложе, ожидая начала спектакля. Моя самая любимая картина Ренуара «Бау в Мулен де ла Галет» тоже яркий образец темного импрессионизма. Произведение такое воздушное, наполненное мажорными нотами и весельем. Вокруг солнечные блики и королевский черный цвет. Агюс был дважды женат. От первого брака у него родилась дочь, но официально он ее так и не признал. Второй брак великого художника был более счастливым. В нем у Ренуара родилось трое сыновей. Средний жанр Ренуар стал известным кинорежиссером, сценаристом и актером. Младший был одной из самых любимых моделей отца. К тому времени, когда окончательно сложилась его семья, Ренуар достиг успеха и славы, был признан одним из ведущих художников Франции и успел получить от государства звание кавалера Ордена Почетного Легиона. Многие считают, что мастерство художника во многом зависит от гибкости рук. Но Пьера Гьюз доказал всему миру обратное. Он дважды ломал правую руку. Из-за травмы у мастера кисти развился артрит, а после живописца разбил паралич. И он оказался в инвалидной коляске. Но, несмотря ни на что, художник не оставил живопись. Кисть в его пальцы вкладывала сиделка. В последние годы своей жизни Ренуар написал, пожалуй, одну из самых известных своих картин – «Зонтики», которая выставлялась в Лувре и в Лондонской национальной галерее. 3 декабря 1919 года в Канне в возрасте 78 лет Пьер-Агюст Ренуар скончался, оставив после себя около 6 тысяч картин, написанных за 60 лет кропотливой работы. Что же, желаю и вам плодотворного рабочего дня. Пока, до следующего вторника. Субтитры создавал DimaTorzok